Допление пониженное, сахар упал ниже нормы. И все же Инна Тонких не собирается прекращать голодовку. Требования у предпринимателя все те же, чтобы в отношении владельцев павильонов власть действовала, по их мнению, законными методами. Женщина рассказывает, уже пятый день пьет только воду. Два раза приезжала скорая. Но глава города так и не вышел на диалог, а беседы с руководителями районных администраций ни к чему не привели. Нас никто не услышал, к нам никто не вышел. Нам не интересно то, что говорит первый заместитель. Нам нужен мэр и уз. Что нам Дмитриева подсовывают, шлом. Но они абсолютно ничего не решают. Абсолютно ничего. Напомню, протесты владельцев павильонов начались год назад. Тогда же стартовала работа по сносу временных сооружений. Предпринимателям тогда разослали уведомления о выселении. Одна из последних громких акций прошла на партизана Железняка. Украевой больницы, где бизнесмены перекрыли дорогу. Тем не менее, их торговые точки сейчас сносят. А на очереди павильон Инны на Свободном. И ее коллеги Татьяны Трифоновой на Шахтеров. Татьяна также настроена стоять до конца. Обе голодающие боятся, что если сейчас прекратят, власть их так и не услышит. А их павильоны просто снесут без суда и следствия. Мэр города должен вмешаться в ситуацию. Понимаете, здесь настолько уже развилась ситуация, настолько накалилась, ее невозможно не замечать. Он принципиально ее не замечает. Татьяна и Инна уверяют, будут голодать даже дома. А вот остальные участники акций протеста сегодня прекратили морить себя голодом. Для этого у них есть несколько оснований, рассказывает председатель союза предпринимателей Виталий Бондарев. Во-первых, повлияли родные и близкие. Во-вторых, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Коллеги-предприниматели уже в Москве попали на прием бизнес-омбудсмену Титову, в аппарат его. Там пообещали, что как-то отреагируют. И сейчас они на данный момент еще, по-моему, общаются с депутатами Государственной Думы. В конечном итоге, я думаю, все сядут за стол переговоров, потому что любая война, она заканчивается переговорами. А пока эту проблему решают в Москве, красноярским владельцам павильонов остается только с замиранием сердца ждать даты сноса – 15 мая. Но надежда на благополучный исход для бизнесменов все же появилась. Ирина Денисенко, Вячеслав Казаков, Афонтова. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова